Новосибирск готовится к крещенским купаниям. Этот религиозный обряд с каждым годом привлекает все больше горожан. Спасатели будут дежурить у Иордании и просят быть осторожнее. Священники призывают вспомнить о духовном смысле омовения. А врачи напоминают о том, что оно может быть опасным для незакаленного организма. Павел Теунов о том, как идут приготовления. Новосибирцев, которые хотят испытать тело и дух в ледяной купели, за последние два года стало больше в два с половиной раза. В прошлом январе в прорубь окунулось около 50 тысяч человек. Потому что они тоже хотят соприкоснуться с той духовностью, которая дается даром приходите и берите. Поэтому растет количество людей, интересующихся вот такой вот. Медики такой всплеск интереса к религиозному обряду объясняют более приземленно. Многие из тех, кто в мороз омываются в купели, искатели острых ощущений, которые зачастую не задумываются о возможных последствиях. От банальной простуды до обострений хронических заболеваний. Конечно, желательно это решение принимать заранее и за какой-то определенный период подготовиться к данному празднику. О чем я говорю? Я говорю об элементарном закаливании организма на протяжении приличного периода времени. Главный терапевт Новосибирской области скорее взывает к здравому смыслу. За неделю, которая осталась до праздника крещения, подготовить организм невозможно. Между тем, спасатели уже решают, где можно обустроить места для массового купания. Озеро на юго-западном жил массиве, вернее котлован, где раньше добывали песок. Этот водоем печально известен новосибирским спасателям. Каждое лето здесь тонет по несколько человек. Зимой опасностей не меньше. Вода замерзает не везде, лед неоднородный. Именно поэтому сотрудники МЧС в прошлом году запретили здесь купаться. Сейчас, возможно, запретят снова, но горожан это, скорее всего, не остановит. Проруби возникают стихийно, без разрешения. В МЧС упрекают чиновников. Главы администрации муниципальных образований в последнее время очень неохотно берутся за организацию вот этих мест. Зная о том, что с этим надо созвониться, это надо обеспечить, это надо поставить, там провести ряд организационных мероприятий. Пока в городе официально готовы обустроить всего шесть купелей. Спасатели надеются, что желающих прикоснуться к духовности в этом году будет не так много, как в прошлом. Праздник крещения выпадает на рабочий день. Кроме того, синоптики обещают мороз до 30 градусов ниже нуля. Павел Тюнов, Константин Стремаусов, Максим Федосеев. Новости здесь, Новосибирск. Новости. 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 Новости